Друзья, рад вас приветствовать на канале. Сегодня вы все столкнулись с проблемой то, что у вас не работает YouTube, не воспроизводится видео, там вылетается аккаунтов, прочее, там все вот эти моменты. На Smart TV приставках разного бренда производства, на точно так же телевизорах разных буквально брендов. Я вам расскажу, как это все избежать, исправить и, конечно же, будет совершенно простое решение. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Немаловажно вы должны понимать то, что есть просто банальные проблемы того, что вам нужно зайти, посмотреть обновление, обновить систему, прошивку там вашего телевизора, либо же это приставки. Второе, это вы можете сделать обновление приложения самого YouTube, то есть зайти и обновить или удалить и установить, почистить кэш, зайти в приложение. Это самое банальшее на то, что может быть. Но есть и немаловажные моменты, которые вообще уму непостижимы, почему это так работает. Просто отключите от питания приставку или ваш телевизор. Просто отключаете от питания, то есть выключили его там через пультик, аккуратненько выдергнули с розеточки кабель питания. Все, ждете там 10-15 минут, втыкиваете, заходите и все прекрасно почему-то работает. Почему? Не знаю, но это работает. И просто сами по истечению этого видео проэкспериментируйте и напишите мне в комментариях, какой из способов вам именно помог. Точно так же вы можете зайти в настройки сети, то ли это по Wi-Fi, то ли это по проводу, будет вам нужно изменить DNS сервер. То есть есть два вида, там 4 восьмерки, 2 восьмерки и 2 четверки, либо 4 единицы, 1, 2, 0, 1. То есть я оставлю это все в описании под видео или в закрепленном комментарии, но все это будет, вы все можете наглядно, в принципе, сейчас видео увидите. Короче, ребятки, если вы столкнулись с такой проблемой, что вы не можете запустить YouTube, у вас вот такая вот фигня, просто не запускается, не воспроизводится, есть простое решение. В настройках сети изменяйте DNS 1 и DNS 2 либо так, либо значение на вот так. Сохраняете и проверяем. Выбираем любое видео и видим то, что видео воспроизводится. В данном случае мне помогло изменить DNS, другим помогло это то, что просто из питания перезагрузили там приставку или телевизор, все. Ну, опять же напоминаю, что то все полезные ссылки будут в описании под видео в закрепленном комментарии и, конечно же, полезная информация. Вот и все, вот и все, что вам нужно было знать, ребятки. Все просто. Поэтому поддержите это видео пальцем вверх, прокомментируйте, поделитесь. Для меня это будет приятно, для вас полезно. Дальше больше, скоро увидимся. Спасибо.